Ну что, ребята, мы на месте Мы приехали в горы И теперь мы будем находиться здесь До тех пор, пока у нас не будет 11 миллионов подписчиков на канале Кто-нибудь, может, скажете по поводу шапки А что? Отличная шапка присочетается, но мне подходит Нет, на самом деле, да, мы реально думали У Санька все время разные интересные шляпы Каждое выживание В Таиланде у него был вот такой вариант Во Вьетнаме был вот такой И сейчас вот такой, по-моему, идеально мальчится Ладно, мужики, уже понимаете, насколько это легендарное событие Прямо здесь и сейчас Мы всегда уезжаем с выживания проигравщики Постоянно Сейчас я предлагаю сделать это Мы будем находиться в заснеженных горах До тех пор, пока на нашем канале не будет 11 миллионов подписчиков Но это не просто видео Это своего рода уникальная игра на Ютубе Ведь только вы можете управлять нами и влиять на выживание Перед вами список вещей Вы просто нажимаете на кнопку подписаться Собирается нужное количество подписчиков Для каждого предмета И эта вещь приезжает к нам Ну что, готовы сыграть в игру? Ну вот мы и в вечной мерзлоте Здесь постоянно холодно Мы находимся в горах И мы приехали! Мы здесь, как и обещали Йоу, всем здорово, ребята Рад вас всех видеть Сегодня мы собрались в горах Для того, чтобы выживать Мне вот интересно Я тем вообще занимаюсь жизнью или нет? Это не Вьетнам, это не Таиланд Здесь реально холодно Очень сильно Сегодня сильнейший снегопад Но нет ветра Огромный плюс Всем привет! Сегодня первый день выживания для пацанов А для меня уже шестой Дело в том, что когда мы прилетели на локацию Как только сошли с самолета Меня свалил сразу же какой-то вирус Я лежал с температурой под 40 И мы не могли сбить ее несколько дней Пришлось даже скорую вызывать И в больницу ехать В целом я никогда скорую не вызывал Но в эту ситуацию пришлось Да, когда я лежал Мне было стрёмно То, что за меня переносится проект Но, к сожалению, я ничего сделать не мог Честно, думаю Все закончится на джуглях Больше никуда не поедем Но нет У месье Егорыча Была гениальная идея А почему бы нам не повыживать в горах И, честно, очень даже хорошая идея Очень такая Приятная Запомни Ты теперь выживальщик Ну, это отсылка А, и вы, б***ь, все Не смотрели сериал? Чиспан, что ли? А, хорош А ты скорлупа смотрел? У скорлупа, да Во-первых, посмотрите, что у нас с собой есть У нас вот здесь спальный мешок Без него, ну, просто никак Мы посоветовались с профессионалами Вот такая палатка Также вот здесь у нас есть По дефолту То, без чего просто невозможно Да Еще один мешок Крышка от кастрюли Собственно, кастрюля Рации Фонари лобные Но я не понимаю, нахрена они нам нужны? И вот еще один большой фонарь Вот такой Ну, ночью Метель, бурга Санек идет давать джазу просто А, стоп, пока мы не начали Выворачиваю карманы все Ты травишься? Нет, я не травлю Выворачиваю все карманы Все портфели Давай, давай Вначале произошло то, чего я, собственно, и ожидал Меня начали жмонать на наличии еды Я вот не понимаю Они реально думают, что я в третий раз Буду брать с собой еду Прятать ее где-то Ну, конечно же, нет Варя, ты слышишь меня? Я не брал с собой никакой еды Во-первых Ну, шляпу мы посмотрели Просто, возможно Нет, вы травите Ну, серьезно Я как дебил буду брать второй раз Ты надо все щупать Отвечаю, он в этот раз подготовился лучше Это уже традиция твоя Конечно Это просто мем Но я не буду брать третий раз Уже это тупо Да почему это тупо? Что я буду вот Так зритель ждет, чтобы ты что-то взял Я вам отвечаю Даже если мы не найдем Я уверен Он тот чел, который может прийти сюда ночью заранее На эту локацию Спрятать здесь И мы не узнаем об этом Что за бред? Ну, Санек, мы же тебя знаем прекрасно Давай, снимай куртку Ну, давай Надо проверить Это на секундочку одну Да нет, у меня ничего Я не брал, честно Макс, проверь его, пожалуйста Проверяйте Если ты хочешь есть Ты просто уходишь и сливаешь Это же мне щекотно Руки Это мне щекотно Выстави руки Выстави руки Откуда у меня здесь еда? Московский чем Унижает борца Где такое видели? А где она отсюда? Ну, окей, мы тебе доверяем Все норм Но, блядь, если ты взял еду Придумаем, что сделать Не до конца я все равно верю Сане То, что он ничего с собой не взял Ну, не мог он с собой ничего не взять Ну, странно это Но хотя, когда мы его обыскивали Ничего не нашли Но буду следить Еще раз Для общего понимания Я с собой никакой еды Не брал Смотрите дальнейшие дни Потому что, я думаю, будет у нас очень интересно здесь Раскладываем эту палатку Давай вон там Вон На пятачке, наверное? Да, самое идеальное место, я думаю Давай сюда самая жесткая в этом месте это то что по сравнению с другими вот таиландом вьетнамом тут нет еды вообще никаких плодов ни ягод абрикосиков и так далее тут только расчет на вас без еды мы подохнем мы естественно очень много поели перед поездкой в горы но это будет наша последняя еда поэтому расчет только на вас мы должны уехать победителями в этот раз 11 лямов это уже уже должны мы можно крутим первым делом что мы сделали это конечно разложили нашу палатку мы просто охренели насколько она огромная и мы охренели от того что будет комфортик а тут нету дна приколите чего то есть типа земля будет просто снег да что за у нас они условия еще бы чуть-чуть и домой бы поехали камень бы домой поехал нету дна на чем спать ой смотрите смотрите какая-то тема надо просто почитать что это короче может быть эта тема для того чтобы дырку во льду сделать понимаешь или в снегу если замерзлёт это клей пацаны а зачем он какой клей здесь огне опасно написано кличу не горит возможно это если дырка просто в палатку чтобы герметично где нашу дно как на нет пацаны это же по полный зато посмотрите сколько места я не понимаю как парень смотрел когда покупал эту палатку у нас есть спальные мешки теплые если мы будем в них лежать просто на снегу это будет странно это будет очень холодно я уверен мы проснемся нас температура 40 у каждого варя наш организатор для новеньких она готовится наша мама же ванне покупает все нужные атрибуты базовые я ну слушай а мы уже смотрим их прямо тут мы можем и снега сделать кровать стол просто по ну хотя может быть и даже можем снеговика сделать чтобы уют создать тем временем напоминаю что под видео нужно собрать большое количество лайков такой чисто жирный намек че у нас нет ни одеяла ни еды есть одна идея добавить список нет надо очень много дерева здесь казалось намного легче будет если сравнивать джунглями с необитаемым островом на которых мы выживали я думаю в горах будет чуть полегче в том плане то что не так жарко но не единственная кстати реальная проблема которая может быть я не знаю если тут волки или нет но они могут быть какие-то волки и медведи и пумы в горах пумы точно возятся и короче если будем видеть стаи волков нужно главаря они нападают стая сразу как ты поймешь главаря а он пинет они не сразу нападают как ты поймешь главаря чел ну он первый будет стоять с чего ты это взял это уж вожак бляха снег начал идти это не к добру я ребята верю в знаки и очень важно сказать одну тему горы они живые они либо тебя принимают либо нет и здесь очень важно показать себя хорошими людьми добрыми открытыми и честными горы мы хорошие не убивайте нас ты же знать я есть знак ты знак стоп мы пошли за елкой хорошо что хоть есть елки хоть что-то можно здесь рубить дерево очень нам надо это огонь это пожарить еду это сварить чая горячего чайничка мягко запах вкусный и если мы не соприкасаемся землей то скорее всего мы избавляемся от морожения очень мы пошли за ветками очень сложно ходить по сугробу эта проблема нас еще успеет надо есть я уверен пока в первый день все норм пока смешно весело как же тут красиво так можно тупо лежать и залипать сейчас сначала я уже устал я хочу домой вот это снеговик на наш символ выживания пока он целый с нами все хорошо запомнили относитесь к нему так же как макс как разом снеговика короче этот петрович с нами до конца этого иди петрович и бюджет я буду в какой-то игре нахожусь все у меня я хочу есть очень сильно а где твой нос петрович петрович дима где хобоцу потерял я устал я был так падал здесь аккуратнее здесь очень много камней под снегу а также снега егор а то тебя на носу сопля нет новый год а а и смешно все пацаны мы нарубили в думаю хватит погнали в палатку я хочу чтобы вы не забывали кто тут выживает первый же день лопата нет ложка чисто но мне кажется этого хватит то что мы нарубили погнали а я жив то мало Теперь с нами Надо еще идти Блин, снег пошел, что-то не на шутку прям разгулялся Вот это снегопад Во-первых, нам нужно сходить к реке Мне почему-то кажется, что это очень чистая вода Ее мы можем будем в дальнейшем использовать Как кипяченую, типа можем чай с нее делать И также можем готовить на этой воде А пить воду будем ту, которая варюха нам привозит Но есть минус, опять Вот наши локейшн-менеджеры подбирают нам такую локацию В которой всегда есть река, знаете для чего? Чтобы, если волки придут, то они придут сюда попить Понимаете? А, кстати, по поводу медведя Ты уверен, что медведи есть? Сейчас А что нет? А что же, скажем ему? Макс, они в спячке Медведи зимой в спячке, че? Не всегда они бывают в спячке Ну, кстати, я хотел сказать Наверное, позже, ну ладно, сейчас скажу У нас есть, короче, сигнальная ракета На всякий случай У нас есть рация И, если что, сигнальные ракеты Можно будет отпугнуть каких-нибудь тварей Ну, типа, мне кажется, волков может сбить Сигнальная ракета Что, я вас поздравляю Буквально за несколько часов Мы сделали кровать И открыли окно И открыли окно Короче, нам повезло дико Потому что вот эти колышки Для этой палатки, они огромные Я уверен, здесь не будет сильный ветер Потому что мы находимся в ущелье Короче, тема в том, что мы просто забили Не используя веревки А веревку мы можем использовать Для других целей Посмотрите, какая у нас огромная она Вот И эту веревку можно использовать Для других целей каких-нибудь Придумаем Короче, давайте сейчас затестим Все наши спальные мешки Влезаем ли мы в них Комфортно ли в них Тепло ли в них Я бы даже полежал часа два Чтобы быть готовым к ночи А также можно еще куртку класть Как штук Вот так Чур я посередине, парни Да, тут место огромное Тут все посередине Не, я посередине между вами Чтобы теплее было У нас под низом Если вдруг вы не знали Это флис, который одевается Над термобельем Также под низом у нас термобелье Очень плотное Толстые сноубордские штаны Специальные для таких вот походов И, конечно же, еще одни штаны Термо А как дальше-то? Просто нога Я вообще не понимаю, как затягивать эти мешки А вы уверены, что не вот этой стороной надо вообще? Почему ты дал? Потому что вот это вот легко стирается Ну, так я говорю, вот это для тела А я хуй Вообще, теплота Как вы застегнули эту ебаную палату Ложись, я тебе помогу, объясню Упаковывайте меня Хуй, я бля Вот так вот, соедини вот так вот к ногам И только ровно ноги поставь Теперь у тебя вот это вот, видишь? Смотри Вот это вместе И таким образом ты сделаешь Лодочку Ну, кстати, реально палатка очень большая Типа, можно спокойно стоять Стоять, да В деревнях обычно в таких шатрах свадьбы отмечают Ха-ха-ха-ха Палатка протекает Вон как Чего? Как эта зимняя палатка может протекать, объясните мне Там клеенка? Там шов Ёбаный рот У нас проблема У нас протекает палатка Хотя такого быть вообще не должно было Ты как дед криктишь Просто ляжешь А Она снова полюбился Вот так похереть от моего секрета Как в охереть от моего секрета Вы будете рады и визжать, как сучки Я просто не знаю, насколько это реально Построить дом здесь? Реализовать? Нет Гитару вы мне скажете спасибо Гитару? Какую гитару? Это же рокер Петрович расставил, брат Серьезно? Вот лох Не выжил В общем мы протестили спальники Я вообще впервые в жизни в них сплю И хочу сказать, что в принципе они выполняют свою функцию Нам не холодно, мы можем так спать Мы пролежали здесь часа 2-3 Саня даже успел уснуть Я так похемарил чуть-чуть Но в целом Я думаю ночь мы точно проведем нормально Короче мы поспали Сейчас мы приняли решение сходить к реке Посмотреть собственно сколько там воды Есть ли какие-то большие участки Типа больших водопадов может быть Картинка напоминает сумерки Ну есть такой туман, горы какие-то, лес Мне напоминает Скайрим И вот кстати Я сначала думал, что это бред Ну типа лавина Для нас наверное это не опасно Но все-таки бред Вон там например очень высоко Чего раз ты меня так сделаешь? Я тебя завалю в снегу этом Понял меня? Давай иди Помогите Вот наша палатка Мы прошли 200 метров сегодня Мы пошли до водопада Ну честно нахрен он нам нужен Толку от него ноль Вода холоднющая настолько Что если я просто выпью стаканчик этой воды То просто горло умрет Из-за того, что это горы Здесь действительно очень мало народа И поэтому реально тяжело передвигаться И вообще что-либо делать Плюс еще снег валит Не, ну тут очень красиво Вы просто посмотрите Просто вам снимаю Где мы находимся Здесь нет никого Никого Оу А здесь большая Большой водопад На карьерном мире Наверное не так видно Но мы знаем Это не так далеко от нас Поэтому мы знаем Что здесь есть водопад Окей, локация открыта Идем сюда Покажи прикол Я кидаю Кидай Теря Да блядь Какой-то песни лавинную Нагнать Ну я думаю Царица Царица Один ли взгляд И лютый холод По спине Ты просто-просто пушка Не надо, брат, не надо Пока мы на позитиве Мы заряжены Мы думаем только о том Что мы приедем домой победителей Сегодня мы еще нашли Речку С чистой питьевой водой Так что запас воды у нас будет неограниченный Можем ее пить спокойно Делать себе чай Ну если нам чай привезет Варя, конечно Мы всегда были проигравшими Каждый раз мы грустили от того Что не добивались цели Но в этот раз я чувствую Я чувствую, у нас получится Ну что, пацаны Пока мы шли туда Я осознал одну очень интересную тему В Таиланде и во Вьетаме Мы спокойно это делали Разгадайте загадку Что? Доволить джаза Нет Это тоже Это будет сложно Но это не самое важное Как мы здесь будем мыться? Никак Ты помоешься, заболеешь Пацаны, не мыться Это безумная какая-то история Да блин, мы в безумных условиях У нас мыльный набор есть Ну, зубы чистить, умываться, да Смотрите, давайте так размышлять В нашей палатке нету дна Возможно, это даже на руку Можно в палатке мыться Если ее отодвигать В нужное место, где будем это делать И все Не, палатка давай будет стоять Там, где стоит А какая разница, перенести 3 минуты У нас даже нет так много всего там внутри Ну, нам хотя бы 2 разка помыться за все время Ладно, не знаю, как вы, конечно Но я, наверное, поразмышлял бы Посмотрите, сколько снега на нашей палатке уже будет А еще какой-то ман поднялся Ебанутиший просто Эхо пи***нутое Эх, пацаны, уже темнее Че, мы разводим костер Или мы уже не успеем? Снегопад какой-то дитим Я думаю, мы хотя бы Ну, давайте перекантуемся без этих костров, блядь Честно, у меня сил ноль Вот я бы чисто завалился бы и услугал Нам надо много дров Реально много И это на улице костер, не в палатке То есть, кто будет на улице сидеть и костер ждать? Я вот, честно говоря, вообще понятия не имею Как ты собрался развести костер? Нет, мы его разведем Тут все сырое, чел Сейчас снегопад Ну да, все сырое Вон таун я вижу ветки сухие Ты че, ну, приколь, они, блядь, это трава, она мокрая Тест палатки Выдержит ли эта палатка вот такой снежок? Изи Вот такой Да нахрена это надо было делать Спасибо, смотри, что случилось Еще мне пишут, что я дурачок Измитри, да Изи, катка Это же просто какой-то сален хилл Вы посмотрите, я иду с камерой Кадры, как будто клип снимаем Для фараона О, так вот и фараон Это клип Макса Коржа Горы Горы по колен Горы по колен Кстати, постой Извините, а где горы-то, собственно, вообще? Ну вот, я смотрю, а где горы? Это все графика Игорь! Удар! Почему Игорь не прорисовал графику? Гор Графон, можно, пожалуйста? Реально, люди не поверят, что вам в горах Пожалуйста, Игорь Игорячек Ладно, погнали спать, мужики Мы сегодня сделали Ни много, ни мало Заползай Ни хрена Такая вот у нас лампа Зимняя, походная О, давайте люстру сделаем, пацаны Это будет имба Дядя Сашин, рыбалку идем завтра на зимнюю? Что, блядь? Ты гниль Рыбалку Ладно, мужики, объективно Если будет Если будет очень холодно Нам же придется обняться Только при этом еще раздеться Нет, давай, Макс, уже без своих фантазий Давай, как ты реально без вот этих Вы надоели, вы меня вообще никогда не слушаете Так не будет работать Ладно, давай затестим Обнимемся с тобой, Макс Тепло будет или нет? Ладно, как пойдет Мужики, вы там давайте Ай, блядь, все, не угорайте На улице будете обниматься там? Вы думаете, я рад этому? Я этому не рад Так тут иди сюда, кто рад этому, то Макс Как неудобно Чел, а, блядь, должно быть удобно? Да О, я же говорю, блядь Видишь, что делаешь? Ну давайте обнимем Ну, втроем тупо неудобно обниматься Честно, нам очень ловко, ребят То, что, ну, вот это происходит Но мы должны просто быть готовыми к этому Про закат, знаете, мы просыпаемся в обнимку Потому что, ну, мы неосознанно ночью реально решили Поэтому сразу предупреждаем Такое возможно Мы будем это фиксировать И вырезать Мне кажется, такой вопрос как выключится Давайте угадывать блогеров по смеху Первый блогер Что? Кобяк Саня, ты угадал? Да Тебе ты, Сань, показываешь Столиров У тебя вообще не такой смех, но я шарю Макс, ты ты показывай Ты? Да Короче, надо ложиться спать, ребята В общем, первый день подходит к концу, пацаны Мы это сделали Осталось только завтра проснуться без заболеваний Завтра будем пить кипяток Попробуем сделать костер Все, всем пока Макс, не обнимай меня Все, ребята, первый день закончился За сегодня мы поставили палатку У которой не оказалось дна Постелили туда елок Во всех выживаниях учат То, что нужно стелить елки И они, типа, очень хорошо помогают Ну, первый день пока смешаны эмоции Первые два часа было вау, кайфово Вау, как красиво Сейчас меня уже все бесит Уже эти горы, уже все Я уже к ним привык Просто, ну, везде снег Все, горы, снег, елки Вот такой был первый день Надеюсь, вам понравилось Ребята, не забывайте Пока вы сидите там, кушайте Готовитесь к Новому году Мы здесь И ждем твоей подписки Надеюсь, что никто из нас больше не заболеет И все будет окей И мы, наконец-таки, доберемся до 11 селянов И уедем победить Короче, ладно Я надеюсь, ребят, на ваше благорассудие Если есть такое слово Надеюсь, на вашу поддержку Вы решайте в этой... Вы, короче, все решаете Подписывайтесь на канал Мы уедем Все просто This very simple Нам вам хорошего просмотра Там, с горячим чайком, да? С рвозиками Всем пока Уважаемый мистер бист Пожалуйста, оставь комментарий Мы же тут сидим Пока мистер бисте напишет Да Дир мистер бист Хеллоу Вдумайтесь Мы постоянно проигрывали В этот раз мы должны победить Вместе 11 миллионов Это уже очень серьезно Да, вдумайтесь 11 лям Это же очень серьезно Ну, типа, цифра бешеная какая-то Жесть Пока Спокойной ночи Ты слышал звук? Тихо Это что за... Это волки, блядь? Нет, точно не волки Может, это птицы... Это животное Ты птица, походу Это птица Это птица Это похоже на птицу Слышен звук? Это 100% ястреб Ты что делал? Напугать? Кого? Ну, если кто-то тут Так если он, наоборот, изо... Все, он заглох Ну, он слушает Идет к нам круто Это лучшее Первое правило Тихо, тихо Я сериале медведя Тихо, тихо Все, она шла, походу Пи... Вот сейчас я на обоз решу А я вижу, ты не подписан Жду на канал Вода Просто спустись Там кнопка Красная Ты подпишись на мой канал Сделай это сам Сделай кнопку серой Просто тыкнув на экран